Завод УТОС специализируется на изготовлении продукции из полимеров, вешалок, прищепок и других изделий. Предприятие работает в убыток, однако выполняет социально важную функцию – предоставляет работу людям с инвалидностью по зрению. Вечером 6 февраля случилась настоящая беда – в инструментальном цехе вспыхнул пожар. Возле очага возгорания находилось сырье – полипропилен. Если бы эти материалы загорелись, то последствия были бы катастрофическими, сгорело бы все предприятие. Спасатели оперативно прибыли на место и потушили пламя, однако предприятию был нанесен огромный ущерб. Пожар – это всегда катастрофа, для нас это катастрофа вдвойне, потому что пострадало наше самое ценное оборудование, сердце нашего предприятия – это новые термопласт-автоматы. В данный момент мы практически парализованы, потому что наши термопласт-автоматы не могут работать, мы их нескоро запустим, не знаю, запустим ли вообще. Поэтому, как говорили, об ущербе, кроме того, что пострадало оборудование, мы еще остановили предприятие, то есть люди находятся без работы. По официальной информации областного управления ГСЧС, на момент прибытия спасателей огонь объял электрощитовую. Однако руководство предприятия настаивает – это неправда. Вот так выглядит электрощитовая. Никаких следов пламени здесь нет. Имел место поджог инструментального цеха со стороны одного из бывших сотрудников. Человек, который, к слову, не имеет проблем со зрением, но имеет большие проблемы с алкоголем, накануне был уволен. В воскресенье он пришел в состояние сильного опьянения, якобы забрать вещи. Зашел на свое рабочее место в инструментальном цехе на первом этаже, изнутри закрылся, облил в двух местах отработанным маслом места поджога и поджог в двух местах. После чего нанес себе телесное повреждение. А именно – колотые раны в область груди и брюшной полости. Сейчас дебошир находится в 10-й больнице. Насколько удалось выяснить нашей съемочной группе, его жизни ничего не угрожает. В то же время пообщаться с виновником пожара нам не удалось, так как он до сих пор пребывает в реанимации. Неудачная попытка суицида ударила не только по жизни самого мужчины. Вследствие пожара люди с инвалидностью остались без работы на неопределенный срок. Возможно, в миллионном городе найдется действительно социально ответственный бизнес, который не даст предприятию, предоставляющему работу слабовидящим людям, остаться один на один со своими проблемами. Константин Гречаны, Владимир Ивжич, телеканал Репортер.